Переоделась мужчина и ушла на фронт. В Новосибирской области решили увековечить память героини Первой мировой войны Веры Глушинской. Ее история более века была забыта, но на глаза исследователям попалась небольшая заметка в газете 1915 года. Выяснилось, что Вера Ниловна была представлена Георгиевскому крестом. Сегодня на здании школы в Новосибирском районе открыли мемориальную доску. Почему именно там, расскажет Мария Гарифулина. Поселок Восход Новосибирского района это ближайший пригород Новосибирска во времена, о которых идет речь в этой истории. Село называлось Каменское. В нем была церковь и приходская школа. Нынешняя школа стоит в другом месте, но ее в общем-то можно считать правоприемницей той, Каменской. В той школе, рассказывают историки, как раз и работала учителем словесности Вера Ниловна Глушинская. Сразу скажем, фотографии ее показать не сможем. Ни одного снимка героини Первой мировой исследователи не нашли, но надеются найти. О Вере Глушинской историки узнали буквально пару лет назад. В номере газеты «Алтайское дело» 1915 года нашли небольшую заметку о ней. О том, что она была представлена к награде Георгиевскому кресту. Дама известная в то время была, потому что она в период Первой мировой войны, переодевшись мужчиной, убежала на фронт, где была ранена. Ее как героиню встречали здесь, в Новониколаевске. И после излечения она уже в качестве сестры милосердия убыла обратно на фронт. В той заметке даже не было имени, только инициалы, а уже потом архивы, поиски родных, знакомых. И на Алтае удалось найти родственника подруги Веры Ниловны, который знал ее историю. Она дочь священника, она уроженка Витебской области. Отец священнослужитель был командирован сюда в Колывань настоятелем, а имея образование, дочь устроила здесь в качестве учительницы и преподавала детям. На открытии мемориальной доски учителя, школьники, их родители, даже те, кто давно живет в поселке, говорят, что ничего об этой истории не знали и даже о приходской школе слышат впервые. Директор школы считает, что это событие станет началом новых поисков, новых исследований. Кстати, это не единственная мемориальная доска на здании школы. Две войны, два имени. Петра Кирилловича Поздеева висит мемориальная доска. Это говорит о том, что он герой Великой Отечественной войны, и здесь даже, кстати, на озере была реконструкция. И этому как бы событию большое значение. Когда к нам обратились и сказали, что у нас Первая мировая война была такая героиня, которая, будем так говорить, одновременно была интеллигенцией и в то же время переоделась и ушла на фронт в мужскую одежду, это говорит о ее большом мужестве. И когда к нам обратились с этим вопросом, я считаю, что это большая преемственность. В советское время о Первой мировой войне рассказывали в определенном негативном ключе. Ее героев не чтили. Времена и риторика вроде изменились, но белых пятен и забытых имен еще очень много, говорят историки.